Приветствую вас. Я, честно говоря, не думаю, что ответ именно на вопрос, почему так, вам может помочь, потому что даже если будет ответ такого плана, да, то есть ответ, почему с вами такая история произошла, к примеру, то я думаю, что вашу проблему это не решит, вам, так иначе, все равно нужно работать с психологом. Есть в психологии такое понятие, как мазохизм. Вот, мазохизм это определенная позиция человека, когда ему нравится испытывать боль. Именно через боль ему, ну, он чувствует себя лучше, скажем так, через боль. Возникает это, как правило, в результате эмоциональной депривации, эмоциональной и чувственной депривации. Что такое эмоциональная и чувственная депривация? Эмоциональная и чувственная депривация – это состояние, когда человек ничего не чувствует, ничего не ощущает. Считается, что в эмоциональной депривации находится смертельно опасно и болезненно для любого человека. Вот. Вы пишите, что родители в детстве вас не били, может быть, они вас и не били, но зато они вас и не очень-то, видимо, и любили, и не очень-то, видимо, вам оказывали внимание. И вообще, я полагаю, что даже отсутствие, собственно говоря, насилия, ну, не означает, что в вашей семье все было так уж прямо здорово, потому что, ну, если бы было здорово, то у вас не было бы такого вот проявления. Вот. Про мазохизм вы можете почитать самостоятельно, так же, как и про эмоциональную или сенсорную депривацию. Вот. Вы можете все об этом почитать. Вот. Ну, а после только лишь индивидуальная терапия, на мой взгляд, с, 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 ну, работу с чувствами вам нужно проводить, возможно, и когнитивные, когнитивная история тоже вам будет полезно, но работать с чувствами все-таки, на мой взгляд, здесь важнее. Вот. По сути, вы недолюблены. По сути, вы требуете к себе внимания, вы хотите внимания. И, по сути, другому, другому проявлению любви, другим проявлению любви, точнее, вы попросту не верите. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, вот, нет у вас веры, когда вот вас, к примеру, там, любят, да, нет веры. То, что, к вам, к вам относятся, как-то искренне, или что-то еще. Ну, вы просто, вот, поотслеживайте, поотслеживайте свои чувства в этот момент. Я почему говорю, что с чувствами нужно работать. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, значит, соответственно, задавайте, пишите, не тесняйтесь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.